Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Совсем скоро в этом здании появятся многочисленные операционные боксы, гипсовые. Это новый корпус детской областной больницы. Его сегодня посетила делегация по главе с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Подробности в сюжете Марии Сергеенко. В Фокино продолжается строительство нового моста через реку Балва. Ход работ на контроле у губернатора. Подробности в сюжете Дмитрия Газина. Огонь Победы продолжает эстафету по территории Брянской области. 20 сентября его встречали в Жирятинском районе. Подробность расскажу я, Алексей Есипенко. Хирургический корпус под ключ, мост на финишной прямой Мегагрин поразил размахом. Губернатор Александр Богомаз посетил в четверг стройки социальных объектов и детище одного из крупнейших в Брянске инвесторов. На шести точках выездного губернаторского контроля побывала и наша съемочная группа. Пристройка к детской областной больнице, хирургический корпус. До его сдачи осталось три месяца. Губернатор сюда приезжает раз в неделю, а то и чаще. Мы сейчас с вами проходим, это въезд для машины. Скорая помощь будет, да, скорая помощь, да, вон все монолит. Вот, что касается улицы. Сейчас РЭС мне прокладывает на следующей неделе кабеля вот на котельную и на здание. И этим временем я закрываю периметр. На данный момент сегодня 150 человек. Сегодня дополнительно заезжают на работу по устройству кислородопроводов. Плиточники дополнительно сегодня еще заедут. Работы ведутся у нас по всем фронтам. Что касаемо это отделочные работы. Сейчас закрываем контр. Через две недели планируем к запуску отопления, чтобы работать уже, как бы мы более в теплых условиях. Все делается по проекту. Все это было заложено в проекте без всяких отклонений. Да, и все, что требуется для условий соблюдения санитарного режима и против режимов в хирургических подразделениях, здесь все соблюдено. Вот так выглядят внутренние работы. Это самое трудоемкое. Коммуникации, разводка, вентиляция, стерильные, операционные. Сейчас пока погодные условия. Улицу закрыть, тепло дать. Внутри мы можем тогда работать. Внутри работать. И надо увеличить количество людей на перегородке гипсокартона. По покраске я не волнуюсь. У них девчата толковые, грамотные, они быстро все это сделают. Почти 200 миллионов – это кислород. Кислород и чистые помещения. То есть самый объемный по деньгам и самый быстровыполняемый. Они в следующей неделе даже, наверное, уже размещают. Они сегодня заезжают, размечают, где проводить внутреннюю разводку в гипсокартонных перегородках, сделать черновую работу. Сроки сдачи до конца года прошли по всем этажам. Здесь будут боксы, операционные, процедурные. Но главное – современное оборудование. Как площадки для поисковой работы, интернов и ординаторов. Кстати, заметил главврач Виктор Алексов, вместе с выплатами, предоставлением служебных квартир и подъемных, которые введены по инициативе губернатора Александра Богомаза, такие суперсовременные условия – это тоже повод приехать медикам, жить и работать в наш регион. Работа такая, что этих ребят, которые учатся в различных институтах вокруг Брянска, их надо найти, их надо соблазнить нашими льготами, нашей работой, нашей зарплатой, показать, что им перспектива у них какая-то есть, благодаря и в то же время хирургическому корпусу, новому оборудованию, новому истощению, новым перспективам по применению каких-то методик и технологий. Для молодых докторов должно быть это привлекательно. У нас получается один реки Брозалит. Еще одна точка объезда – мост у концертного зала «Дружба». Про сроки уже не говорят. Важно качество и возможность подчинить реку. Она немало помотала нервы и строителям, и заказчикам. В сентябре месяце балк помонтируем. Руслова вскрываем, да? Да, да. Витаскиваем, убираем, покраска. Покраска сейчас уже идет. И там, и там подготовлено, только останется. До сдачи моста осталось немного. Откроется движение по старой схеме. Со светофорами. Чтобы сделать кольцо на Калинина, идут работы по перезахоронению останков Игната Фокина на кладбище. По православной традиции. Вся документация готова. Изыскательные мероприятия все проходят. Эксперты, все три человека сегодня присутствовали. Историческая документация готовится. В качестве шести тонн. Все это дело будет выполнено. Но по срокам, Александр Васильевич, мы должны понимать, что это перейдет на следующий год, где-то на первый квартал. Но по документам, когда последний документ уйдет, это будет начало декабря в Минкульт за вашей корпусе. А это огромная стройка в двух шагах от Кургана. Торгово-досуговый центр «Грин». Ни копейки бюджетных средств. Инвестор, который видит плюсы работы в нашем регионе. И когда мы запустим? Стараемся. В конце следующего года. В конце следующего года, да? Стараемся. Но, к сожалению, коллективы не снесли от событий. И по оборудованию, которое планировалось в завозе из Франции, из Италии. А сколько сейчас построили? На сегодняшний день мы уже освоили порядка 5 миллиардов рублей. Общий объем по строительству мы сейчас оцениваем как 17 миллиардов рублей. Губернатор знакомится с вложениями и планами. 3000 рабочих мест, арендаторы федерального масштаба, аквариум с морской водой, 6 бассейнов, один из которых олимпийских размеров, 12 дорожек по 50 метров. Порядка 10 тысяч квадратных метров. Это зона спортзала, это зона бассейнов. СПА-зона, которая принимает с грудничкового возраста. Туда можно приводить детей на обучение по плаванию. Заговорили о бизнесе в Брянске. Вести его выгодно и комфортно. Не то, что в Орле, где сейчас зарегистрирована корпорация ГРИН с многочисленными ТЦ по всей стране. И где бизнес, кстати, платит огромные налоги в бюджет. Карачевское шоссе, если это на въезде в Орел, правильно, на въезде. Въезд в Орел со стороны Брянска, Карачевское шоссе, охранная зона, сетей 110 кг. МРСК нам предложила кабель переносить за полмиллиарда рублей. Но, к сожалению, в расчетах мы с ними не сошлись и не достигли каких-то договоренностей. Это, наверное, самые сложные вопросы, с которыми столкнулась наша корпорация. Но, слава богу, Брянск они не касаются. У нас в Брянске жили. Знаете, а к Брянску вопросов нет. Спасибо. Наслаженная работа. Нас слышат. Любые обращения наши принимаются. То есть, пожаловаться мнение на что в этом вопросе. В Брянске работа идет слаженно. Власти области города тут же зовут инвестора перерегистрировать общество в Брянск. Увеличить наши налоговые потоки. У нас, кстати, очень хорошие подрядчики. На сегодняшний день по численности 50% это наши звонки. Гринецы просят не ограничивать их в масштабах и по стройке, и по энергоресурсам. У нас потребляемая мощность расчетная 8,5 мегаватт. И купленная на сегодняшний день составляет 4,9 мегаватт. 3,15 мы планируем докупить. Ведем переговоры с МРСК. Но стоимость технологического присоединения пока тяжеловата. Губернатор выслушивает. Все, что касается инвесторов, для региона важно, но замечает, что законно в том поможем. Это не только бизнес, но и туристическая привлекательность региона. Повод для соседей приехать в Брянск на концерт, в кино, на водные развлечения. Следующая остановка – поликлиника в старом аэропорту. На объекте строители, как муравьи, в каждом отсеке. Понимание по монтажу оборудования и котельной полное. Слаботочка, электрика, тепло. У тепла все старики у нас по всем этажам проброшены. А сейчас навешивают радиатры. ИТП в полном комплекте сформировано. За нами остается кусочек теплотрассы от границы земельного участка до временной котельной. Мы ее оставим для поликлиники отдельно. Эта номер будет. То есть помельче потерь, тепло. Все, что временно, это постоянно. Она выполнена будет по сону. Технические требования, согласованы. Там сейчас участок 70 метров, мы теплотрассы. Это тоже уже определили. Рядом с филиалом 4-й поликлиники должна быть школа. На нее губернатор Александр Богомаз добился выделения денег в федеральном центре. Торги выиграла компания из Якутии. Как оказалось, не только не местная, но и без достаточного количества людей. Подрядчиков в регионе недовольны. Начало работ 24 апреля, а на сегодня от запланированного капля в море. У вас есть контракт на этот год 820 миллионов рублей. И план график, который там написали на 150, это называется, знаешь как, преступление. Вот эта прокуратура пусть разбирается. Федеральные деньги. У вас федеральных 420. И что, вы здесь ее освоите? Вы мне будете показывать Потемскому деревню, что вы здесь освоите ее? На остаток денег, который на сегодняшний день есть. Здесь должно работать сегодня 200 человек, как минимум. Все должно кипеть, гудеть. А у вас работает 30 человек здесь. У нас по проекту в пиковой нагрузке на этажах 84 человека. Пиковые нагрузки? Пиковые нагрузки. У вас до конца года остается еще 750 миллионов рублей. Это вам на три месяца, на три месяца оставшиеся, вам нужно выполнять, выполнять по 250 миллионов рублей, стоя монтажа. Совершенно верно. 30 человек на 250 миллионов рублей. Что у вас выполнит каждое по 10 миллионов? Не спускать глаз подрядчика. Это команда городским властям. Документировать любое отступление от плана и от контракта. Якутам срочно увеличить на объекте людей и реально оценить свои силы. Точка болевая. Но главное, что все идет в рамках закона. Аукцион по ФЗ может выиграть любой, кто соответствует документально. Школа на Флотской. Вот она и будет, 73-я. Видна работа подрядчик местный. Губернатор проверяет объект на предмет соответствия контракту. Выполнены работы по подземной части школы, включая в себя кладки кирпичных перегородок, оштукатуривание, монолитные стены, утепление цоколя и, соответственно, кирпичная кладка цоколя. В полном объеме выполнены. Дальше продолжается работа по устройству вертикальных монолитных конструкций и железобетонных плит перекрытия. Параллельно ведутся работы по устройству наружных стен, газосиликатов, перегородок кирпичных. Три часа объезда. В строительной пыли, под звуки дрели сверления молотка, под шум самосвалов, кранов и погрузчиков. Напротив аэропарка будет новая улица к школе и четвертой пеликлинике. Детский сад в Деснограде заведен под крышу. Болевые точки обозначены, и всей команде губернатора предстоит срочно их отработать. Мария Сергеенко, Александр Власов, Виктор Левченков, Брянск. На подъезде к городу Фокина продолжается строительство моста через реку Балву. Это важная транспортная артерия, соединяющая Брянск и Фокина. Как идут работы, проверил губернатор Александр Богомаз. Самое важное, что вы уже вышли. Вышли. Из воды вышли. Правильно? Практически так. Выйти из воды – действительно важный шаг при возведении моста. Практически все самое сложное позади. Пока погода позволяет, нужно сделать по максимуму. Сейчас уже конец сентября. В связи с погодными условиями, ноябрь-декабрь, конечно, нежелательно проводить отделочные работы, покраски, асфальт. Так что будем стараться завершить основные виды работы до холодной погоды. На путепроводе между Брянском и Фокина ежедневно работает 36 человек и 8 единиц техники. Отсюда и высокий темп. Сейчас на мосту строители армируют последнюю русовую опору. Всего их готово 7 из 8. А там осталось еще один ригель на пятой опоре. И здесь стойка и ригель. А так все опоры под монтаж готовы. Раз, два, три, четыре опоры готовы, да? Из семи, будем говорить так. Не, ну как семи. Семь пролетов? Семь пролетов. Семь пролетов. Раз, два, три пролета. Четыре пролета мы уже смело можем монтировать. Семь пролетов, 8 опор, но 6 основных. Из шести 4 у вас готовы, осталось две. Да, ну из шести основных. Это как мы берем. Ну это только девятки. Мы берем. Это даже. Самая сложная украина. Заметили. Самая сложная русовая там. Одновременно идет подготовка дорожного полотна. Новая дорога со светодиодным освещением соединит Брянск, Новый мост и Фокино. Сама река своих очертаний не поменяет. Водозащитные дамбы, они будут все забетонированные. И полностью облик баллы изменится. Русло приведем в порядок. Две опоры, они у нас как были в воде, так они и останутся. Все эта территория очистится. Новый мост будет шире старого. Две полосы по 4,5 метра. С каждой стороны будет полтора метра тротуара. Оценить удобство новой дороги жители Фокино смогут уже в следующем году. Дмитрий Газин, Анатолий Чикрыгин, Александр Власов, Фокино. В санатории Затишье Клинцовского района большая детская смена. Впервые в областную здравницу приехали учиться, лечиться и отдыхать более 100 детей из приграничных районов Брянской области. Ася и Кира сидят в классе за одной партой, делают контрольные, слушают учителя. Итак, Максим прошел нам зазоваться, соответственно, посмотрите, дети, что нам нужно сделать? Нам, по сути, нужно применить имеющееся знание, имеющуюся формулу. Казалось бы, обычная школьная жизнь, но именно ее лишены дети из приграничных районов Брянской области. Сначала ковид, потом спецоперация, обучение по удаленке в виртуальном формате. Нам присылают задания, еще объясняют, можем нам позвонить или по голосовым. И мы учимся, и потом отсылаем задания. Вернуть детям приграничных районов полноценную школьную жизнь, общение и игры – инициатива губернатора Александра Богомаза. Конечно, всем детям хочется старый формат обучения. Живое общение с учителем не заменит ни один, по сути. Ни планшет, ни компьютер, ничего. Всем хочется, вот они рады, мы рады увидеть детей, посмотреть, пообщаться. И дети рады. В Клинцовский санаторий «Затишье» учиться, поправить свое здоровье и отдохнуть приехали более ста детей из Климовского и Суземского района. Они здесь занимаются у нас в школе. У нас отдельное здание есть, где проходят полноценные уроки. Они у нас лечатся. Они у нас участвуют во всех мероприятиях культурно-массовых. Они занимаются спортом. У нас для этого есть два шикарных спортивных зала, вся инфраструктура на улице, спортивные площадки, игровые зоны. Каждый день для оздоровительного десанта приграничных районов насыщены. Полноценные школьные занятия, обязательные оздоровительные процедуры, согласно курортной карте. И, конечно, разнообразные игры и спортивные состязания. Приехал в санаторий Затишня первый раз. Тут все классно вообще. Спорт инвентарь имеется, можно пойти позаниматься. Мероприятия тоже познавательные, все очень интересно. Отдыхаю я здесь не в первый раз. И не в первый раз убеждаюсь, что это место одно из самых лучших для отдыха в нашей области в принципе. Здесь есть все для максимально хорошего времяпровождения. Спортзал, детская площадка, вкусная еда в столовой, буфет, в котором можно попить, поесть, отдохнуть. Дискотеки по вечерам, фильмы. Массовый выезд детей за пределы неспокойных приграничных районов пока что пилотный проект. Первая смена продлится 21 день. Все путевки для детей предоставлены за счет регионального бюджета. Алексей Исипенко, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. Клинцовский район. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Брянске начался финальный этап возведения шестой опоры Славянского моста. Все ее колонны подготовлены под заливку Ригеля. В Брянске откроют мемориальную доску бывшему директору школы номер 34 Татьяне Иртюга. В Брянской области стартует первенство по хоккею среди юношеских команд. Брянский лицеист Артем Сипачев примет участие в международном проекте «Непокоренные-2023». В Клинцах 83-летний водитель устроил комбо ДТП, сбил женщину и врезался в авто. Стародуб приготовился к встрече Дня города и эстафеты Вечного огня. Мероприятия пройдут в субботу. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Что такое крепленое пиво и чем грозит его излишнее употребление? С очередными предостережениями в рубрике «Совет эксперта» выступает главный нарколог Брянской области Владимир Харитоненков. Теперь научились добавлять спирта и догонять процент пива до 9-12, а то и 13%. Это считай, что ёрш, как водка с пивом. И если употреблять такое пиво крепкое, а наши подростки бывают и полторашки, 2-3 за день могут употребить. Я бы сказал, это как выпить 150-200 грамм водки. Это для взрослого, для молодого организма, это очень большой удар на центральную нервную систему. Консерванты, свинец, кадмий. То, что негативно влияет и на почки, и на поджелудочную железу. И как мы всегда говорим, кто употребляет много пива, есть такой термин, развивается симптом бычьего сердца. Сердце расширяется в своих границах, становится дряблым, стенки плохо работают, выброс крови малый. И это может привести к нарушению сердечно-сосудистой системы, аритмиям. И в процессе пивное сердце может дальше перейти и в алкоголизм взрослого человека. Вечный огонь прибыл в Жирятинский район. Памятное мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Эстафету подхватили все муниципальные образования Брянской области. Эстафету Вечного огня Жирятина перенимает от Жуковки. Лампаду привезли в сквер 50-летия Победы. В эти праздничные сентябрьские дни, когда Брянщина отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на центральной площади города Жуковки, города партизанской славы, у Вечного огня мы приняли эстафету от Дубровского района. Это самое святое место в Жирятинском районе. Скверп имени 50-летия Победы. Здесь впервые в единственном, наверное, в Жирятинском районе сделан памятник всем погибшим жителям наших населенных малых и больших деревень. Сюда приезжают их родственники, поклоняют, привозят цветы. Деревень уже, к сожалению, нет. На карте они существуют, а в жизни их просто нет. Но памятник у Вечного огня стоит русской деревне. Монумент в центре Жирятина воздвигнут на могиле 30 солдат. Воины погибли при освобождении Жирятинского района 20 сентября 1943 года. Здесь в 2013 году прошла реконструкция памятника. Здесь положен асфальт, облоустроенные могилы и все заменены памятниками. Жирятинский район уже два года входит в федеральную программу по увековечиванию памяти погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. По этой федеральной программе мы уже отремонтировали три памятника. Памятник 24 советским воинам, которые находятся в селе Воробейня, был отремонтирован в 2022 году. В этом году у нас по программе еще два памятника и работы по ним уже окончены. Мы успели к 17 сентября. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия. Из Жирятинского района на фронт было призвано более 18 тысяч человек, более 4 тысяч из которых не вернулись домой. В селе Ржанец Жуковского района завершились работы по реставрации памятника Братской могилы героям Великой Отечественной войны. Этот памятник находится на территории Ржанецкой школы. На стеле была заменена облицовочная плитка, а также облагорожена территория. На все эти работы было потрачено более миллиона рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Наш Жуковский муниципальный округ уже в течение пяти лет принимает участие в реализации федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. В рамках реализации этой программы уже было отремонтировано 7 братских могил. И памятник в селе Ржанец является одним из таких. В следующем году, в 2024 году, планируется реконструкция и обновление братской могилы советских воинов, которая расположена в центре нашего города Жуковки. 800 квадратных метров маскировочных сетей изготовили сотрудники Брянской таможни. Они на постоянной основе собирают гуманитарные грузы нашим бойцам, участникам специальной военной операции. В этот раз на передовую отправили 40 маскировочных сетей. Все они изготовлены вручную таможенниками. Чтобы сплести такое количество, объединились молодежный совет и ветераны таможенной службы. Кроме того, на собранные денежные средства закупили квадрокоптеры, радиостанции, продукты питания и средства гигиены. Весь жизненно необходимый груз направили в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Ее бойцам ведомство помогает регулярно. В Брянске за один день произошли сразу несколько резонансных пожаров в Беженском и Советском районах города. Речь идет о жилых многоквартирных домах по перелку Камвольному и улице Ульянова. Пожарные спасательные подразделения отреагировали на вызовы оперативно. Спасено больше 30 человек. Отравились угарным газом двое. По каким причинам произошли возгорания, неизвестно. Причины устанавливаются. МЧС России по Брянской области настоятельно просят соблюдать требования пожарной безопасности и приводят печальную статистику с начала года. На сегодняшний день на территории Брянской области произошло свыше 2700 пожаров, при которых, к сожалению, погибло 46 человек. Основная доля пожаров зарегистрирована в живом секторе. Только за последнюю неделю зарегистрировано 63 пожара и 4 человека травмированных. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации, монтажа электрооборудования. Главное управление МЧС России по Брянской области предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. По всей стране продолжается онлайн-проект «Россия – страна достижений». Его цель – рассказать об успехах страны в 21 веке. Какие направления представляет Брянская область, смотрите на завершение выпуска. Брянская область представлена в проекте четырьмя знаковыми работами. Знаменитый дворец спорта имени Артема Осипенко, не имеющий аналогов в стране. Объект не только масштабный, но и во многом уникальный. Спортивный кластер площадью более 55 тысяч квадратных метров. Включает в себя главную арену с трибунами на 4 тысячи мест. Здесь несколько тренировочных залов, бассейны, комплекс для восстановления спортсменов. Наша основная задача сделать так, чтобы спорт был доступен, чтобы спорт стал нормой нашей жизни. И здесь очень хороший пример, как это надо делать, как мечту воплощать в жизнь. По большому счету это спортивный кластер, который включает в себя такое количество объектов, разнообразных площадок. И я хочу сказать, что, наверное, это самый крупный и самый большой дворец не только в Центральной России, я думаю, что практически во всей нашей стране. Спортивные мероприятия вышли на новый уровень с открытием дворца единоборств. Нет слов. Здесь все, что надо для тренировок, для процесса, для жизни, для сбора. Я думаю, что одна из топовых учреждений, которые есть в России. Походили, посмотрели. Больше в России мы, наверное, таких не видели. Поэтому просто супер, конечно. Еще один номинант – журинический тепличный комбинат. Круглый год здесь выращивают свежие овощи. Основа ассортимента – томаты и огурцы. Наиболее популярные и востребованные у потребителей. Брянский есть, в Москве. То есть во всех крупных и мелких городах во всех сетях. Еще одно достижение Брянской области. Ассортимент качественной мясной продукции значительно увеличился благодаря предприятию «Мираторг». Производственная мощность достигает 100 тысяч килограммов мяса в живом весе. Компания поставляет мясные продукты во многие города не только нашей страны. И четвертый номинант в интерактивном голосовании «Вклад в культурное наследие» – проект «Традиционный народный костюм». Традиционная народная одежда региона отличается головными уборами, вышивкой на рубахе, цветовой гаммой. И вот видите, сегодня результат. Продолжение этого проекта будет уже в Европе. Мы его покажем всей Европе. Рано или поздно. Проголосовать можно на сайте проекта достижения.рф. Поддерживайте родной регион. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова